Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адемяне и, конечно же, маму. Ребята, больше всего меня поразило, как теперь мама переживает и волнуется, что если такие нерадивые пошли арендодатели, которые не хотят ее впускать всего лишь с одним воспитанным котиком, который, кстати, да, вот сама мама продемонстрировала, когтедеркой не пользуется, предпочитает мебель когтями, да, когтики об мебель чесать, конечно, маму везде ждут с распростертыми объятиями, но если ей не рады, то что говорить за сытников и их трех собак? Насколько, кстати, я слышала, сытники никуда, абсолютно не собираются выдвигаться из Днепра. Но мама уже все, она вострилась на лыжи, мало того, показывает, демонстрирует, где что у нее лежит, в случае чего, чтобы Самвел знал, что именно и когда ей отправлять. Ну, а, ребята, заключила все это, заключение, да, было, конечно же, демонстрация мамонных вечерних нарядов. Оказывается, да, очень важно ей прислать туда платьица, потому что мама планирует походы на экскурсии. Это был занавес, это финиш, я даже не знаю, честно говоря, как это прокомментировать. Я думала, ее вывозят конкретно, да, и она так думала поначалу, избежать войны, ракетных обстрелов, ударов, этого всего ужаса, да, который перенесли многие города. Да, оказалось, нет, мама едет конкретно для посещения экскурсий, поэтому ей необходимы наряды. И даже когда Самвел пытался достучаться до какого-то здравого смысла и объяснить, что война, все закрыто, мама сказала, что, возможно, все-таки что-то будет где-то открыто. И здесь я в очередной раз удивилась, то есть ходить в магазин у мамы селенок не хватает, аптеку посетить тоже она не может, ступеньки, в общем, плохо было и тому подобное. А здесь на экскурсии мама впереди паровоза, готова их посещать. Интересно, откуда столько сил? И нога не тревожит, и ходить не тяжело. Ну, в общем, знаете, такое ощущение, что человек едет, да, не избежать последствий войны, а именно отдохнуть, потому что там она еще никогда не была и ничего не видела. Удивительный случай. Повторюсь, по поводу выезда мамы, ребята, меня это действительно, мягко говоря, шокирует, потому что человек думает, опять-таки, исключительно только о себе. Бедная тыкает, мыкает этого пусика, готова его отдать кому угодно, лишь бы за собой не тянуть. И здесь Самуэл как бы настойчиво ей кричит, что котик едет с ней. Вот этого я тоже понять не могу. Но если ты видишь, что она не хочет брать кота, зачем ей его навязывать? По большому счету, представьте, если уже ей заведомо животное в тягости, она думает, как от него сдыхаться, да, куда его сбагрить. Что будет, если она останется с этим котиком наедине в чужом городе, в чужом доме? Ну, то есть, зачем это делать? Вот этого я понять действительно не могу. Далее мама несколько раз к ряду повторила, какая она благодетельница. Оказывается, она приведет квартиру в порядок, и в нее заедут люди. Но какие люди не уточнили. Поначалу я, честно говоря, думала, что мама решила кому-то предоставить жилье. Думаю, ого, то есть, ну, серьезный поступок, реально серьезный поступок. Но все оказалось намного проще. Самвел сказал, что в квартиру заедут свои. Не знаю, может быть, Марина со своей семьей, потому что Самвел обозначил, да, что Марина выехала. Возможно, Надя приедет. Ну, в общем, кто-то из своих поселится в ее квартиру. Посторонним там не быть. Поэтому, конечно же, мама и оставляет все свои сокровища, потому что не волнуется и не переживает, что с ними случится. Больше всего волнуется и переживает за еду. Куда денется еда, кому она ее передаст и тому подобное. И даже в такие тяжелые моменты, в такое тяжелое время она думает о Свете, о ее вязании. Какие-то там нитки, какие-то вещи на роспуск Свете приготовила, чтобы Света продолжала заниматься своим любимым занятием. Ну, и далее мама хотела сообщить Зине, куда она едет. Но здесь Самвел начал истерить, орать, визжать на мать, чтобы она не смела открывать свой рот и рассказывать, куда она едет. Непонятно, что за тайны мадридского двора и чего они так боятся. То есть здесь, например, в Днепре он показывает, спокойно демонстрирует свой дом, улицу, подъезд. Точно так же, кстати, как и мамон. А там именно тайна. То есть такое ощущение, что боится, чтобы никто не узнал, куда же они все-таки перебираются. И здесь он маме так и сказал, что не смей открывать рот и ничего говорить Зине. Да, мама, молчите. Ну и мы, конечно, весь YouTube, кто смотрел эти видосы, промолчим. А теперь, я так понимаю, ребята, начинается контент. Это точно так же, как были видосы, когда мама собиралась к Эдику в Билибей с посылками. Ну, в общем, я думаю, до мамоного отъезда будет по несколько сюжетов в день, как мама собирается в дорогу. Опять-таки Самвел рассказал о том, что возьмет СВ или люкс-класс для того, чтобы они ехали там вдвоем. В общем, контент и теперь смотреть, не пересмотреть на вот этой теме. Вы знаете, больше всего в очередной раз меня поразила какая-то жестокость и полное отсутствие сострадания со стороны матери, со стороны женщины. То есть, когда он заикнулся, что они будут ехать отдельно, и если люди будут в тамбурах, то есть не будет мест, люди, которые бегут, беженцы, переселенцы, то он впустит их к себе. На что мама очень жестко отреагировала и сказала, нет, за наши места уплочено. Вы знаете, это действительно вызывает какой-то шок и ужас. То есть, человек, который даже в такой ситуации не имеет никакого милосердия, сочувствия и сострадания. Потому что кто, первая волна, да, людей, которые выезжали из городов, они прекрасно знают, с чем они столкнулись. То есть, действительно, люди в тамбурах сидели, женщины сидели, детей пускали, освобождали другие женщины места, чтобы дети хотя бы лежали, как-то отдыхали, спали по очереди. Многие ехали вот в этих вот, да, пароходах, коридорах, поездных вагонов. И там вот ехали, на своих вещах сидели до места прибытия. И здесь, ребята, такая жестокость, когда есть возможность поделиться, да, потесниться, ну, дать людям возможность нормально проехать. Маме и здесь фиолетово с позиции «мы заплатили, а все остальное плевать». То есть, это их проблема, что у них там нет билетов или они не в состоянии это оплатить. И вы знаете, я на нее, ребята, смотрю и понимаю, что все-таки в ней не то, чтобы нет ничего человеческого, в ней даже нет ничего женского. Потому что все-таки, как бы ни было, у большинства женщин заложено, да, на уровне ген, наверное, сочувствие, сострадание, какая-то доброта, ну, какое-то милосердие вот элементарное. У мамы это все отсутствует абсолютно напрочь. То есть, у нее голова забита чем? Что она должна ехать в комфорте, ей в нагрузку втюхали пусик, а что ей необходимо взять, чтобы ничем себя любимую там не обделить. И опять-таки, еще неизвестно, насколько мама выезжает. Я так понимаю, что она планирует остаться там надолго и всерьез, потому что пошло обсуждение даже шуб, которые в случае чего маме необходимо туда отправить. И вы знаете, ребята, я на это все смотрела и действительно недоумевала, что такое вот бывает, что люди могут в такой ситуации критической оставаться настолько бесчувственными. И когда мама рассчитывает на чье-то милосердие, на чью-то доброту, перед тем, как на это рассчитывать, нужно самой уметь делиться и самой уметь сочувствовать. А если ты интересуешься исключительно своими только шкурными интересами, как это было и ранее, и ничего в тебе не изменилось с начала войны, то о чем вообще может идти речь у людей по отношению к тебе? Потому что, да, ребята, как бы ни было, да, сначала вот этого всего ужаса, который начал происходить, люди стали добрее, люди объединились как-то, стараются помочь друг другу, несут помощь, делятся, тратят, да, свое время, свои деньги как-то, свою одежду отдают. Ну, в общем, последнее отдают, лишь бы поддержать других, понимая, что многие остались просто без ничего. А здесь, вроде бы, да, пожилая женщина, старушка, которая должна, я не знаю, источать это добро от себя, как-то стараться помочь, понимать, что люди пережили. Нет, ни хрена, мама остается до сих пор просто непробиваемой. Ну, и опять-таки закрыли ей рут, чтобы Зина не узнала, куда она поедет, ну, и я повторюсь, конечно же, мы тоже весь YouTube будем молчать, куда поехала мама, и что она вообще куда-то собралась ехать. И, кстати, относительно Самвела тоже у него какая-то постоянно двоякая реакция на Зину, то есть в то же время он вроде бы Зине и сумки пхнет, но при этом не забывает Зину всячески унизить, и это уже было неоднократно на канале у мамы. И здесь в таком тоне отвечать за Зину, ну, как-то вот действительно стрёмно, особенно когда видишь по кадрам, как человек к тебе вроде как всей душой относится. Ну, вот такой вот, ребята, обзор, продолжение, конечно, следует, а пока я со всеми прощаюсь, до новых встреч!